МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Реальность на канале репортер 73. Каждый день вечера утра мы рассказываем о значимых событиях Ульяновской области. В студии Екатерина Терещенкова. Смотрите сегодня в программе. Время героев преодоление. Хоккей для слепых в Ульяновске легко. Александр Яшин рассказал, как с любимым делом пришел к победе в престижном конкурсе. Задача поставлена, задача выполнена. Росгвардейцы отрядов «Пламя» и «Симбирь» учились беспарашютному десантированию. Павел Петриков знает подробности. Упорная борьба, упоение победой. Волжское дерби закончилось в пользу «Волги». Все дошло до пенальти. Юный Еремеев доказал, готов к любым испытаниям. Накануне на московском шоссе произошло едва не ставшее фатальным дорожно-транспортное происшествие. Камеры видеорегистратора, установленные на одном из автомобилей встречного потока, зафиксировали момент аварии. К сожалению, качество записи так себе. Не позволяет рассмотреть детали. Но отчетливо видно, как мимо Семаза приезжает одно транспортное средство, за которым появляется красная кабина грузового автомобиля. Автобус остановился на полосе движения. И в этот момент водитель МАЗа с полуприцепом, не успев затормозить, въезжает в автобус. От удара автобус отбросило с дороги, и он снес несколько деревьев по пути. На место происшествия незамедлительно прибыло около пяти автомобилей скорой медицинской помощи. Вчера за помощью после дорожно-транспортного происшествия к нам обратилось 11 человек. Из них направлено в другое учреждение с переломом челюсти, в областное учреждение, в областную больницу. Один человек, все остальные пациенты получили амбулаторную помощь. В настоящее время в прокуратуре Засвежского района города Ульяновска организована проверка. По факту дорожного транспортного происшествия произошло с участием грузового автомобиля МАЗ и автобуса марки Семаз. В рамках данного дорожно-транспортного происшествия пострадали несколько человек, в том числе несовершеннолетние. А в данный момент прокуратурой района проводится проверка в сфере безопасности дорожного движения. По итогам проверки, в случае обнаружения нарушения законодательства, прокуратура примет соответствующие меры реагирования. Павел Петриков, Сергей Рябухин, репортер 73. Социальная политика, ответственное отношение к животным и строительство новой поликлиники в Дальнем Засвежье. Эти и не только эти вопросы сегодня рассмотрели парламентарии на заседании законодательного собрания Ульяновской области. О самом главном с подробностями Антон Кузьмин. В вопросе животных в городе от слов к делу. Единогласно принят областным парламентом новый закон о запрете самовыгулу собак. Поправки в административный кодекс предусматривают штрафы для владельцев, которые выведут своего питомца на улицу без поводка, шлейки или иных специализированных средств ограничения передвижения. Платить за питомца на самовыгуле будет хозяин или организация. Штрафы для частных лиц начинаются от 2000 рублей. За повторные нарушения доходят до трех. В случае с лицами юридическими или должностными размер санкций на порядок больше, вплоть до 15 тысяч рублей. Проработали мы с этим постановлением год. Выявили факты именно нарушения такого плана. Из всех правонарушений, которые идут, сейчас речь идет прежде всего о владельцах. То есть о частном секторе, о личном владении. То есть где-то 30% идет именно нарушение, что наши владельцы не соблюдают порядок выгула домашних животных. Уже с 1 марта следующего года самовыгул останется разрешенным лишь на определенных территориях. Личных, огороженных забором в дворах и специально для этого предназначенных площадках. Речи о намордниках пока не идет. Только за первые шесть месяцев этого года в Ульяновские травмпункты с жалобами на укусы животных обратились более полутора тысяч человек. Большая часть подверглась нападению именно домашних питомцев. Единогласную поддержку депутатов получила инициатива покупки помещений для нового отделения 4-й поликлиники в Дальнем Засвияжье. Впервые о возникшей необходимости заговорили еще в конце прошлого года. Тогда количество прикрепленного к головному офису медучреждения населения перевалило за 130 тысяч человек. Новый филиал планируется построить за счет средств инфраструктурного кредита. Проект помещений предусматривает около 600 квадратных метров общей площади, 12 терапевтических участков для приема профильных специалистов. Сейчас идет поиск подходящего помещения. В любом случае это будут конкурсные процедуры, состоится аукцион, и все желающие, кто будет располагать подобным помещением, подходящим по квадратуре, по этажности, по месторасположению, все смогут принять участие, и потом уже по итогам аукциона определится победитель, и будет определено помещение. Ремонт помещения должен быть завершен до 31 декабря этого года. В 2025 году после монтажа оборудования, закупки мебели и лицензирования поликлиника начнет прием пациентов микрорайона «Новая жизнь» и соседствующих с ним улиц Промышленная, Рябикова и Ефремова. Это позволит серьезно снизить нагрузку на врачей головного отделения. Единогласно поддержали депутаты изменения в областной закон о дополнительных мерах социальной поддержки семей, имеющих детей. Они коснулись именного капитала «семья». Срок его получения сократился до 15 дней, а спектр возможностей применения расширился. Мы сегодня рассмотрели и поддержали законопроект на непосредственно предоставляющий использование оригинального материнского капитала «семья» на приобретение автомобиля для детей многодетных семей и детей, имеющих детей инвалидов. Приобретаемый автомобиль должен быть произведен на территории России. Кроме того, есть возможность покрыть средствами капитала действующий кредит, взятый на покупку нового авто. Напомним, ульяновские семьи за рождение второго ребенка имеют возможность получить капитал «семья» в размере 50 тысяч рублей. За рождение третьего и последующих детей сумма капитала увеличивается до 100 тысяч рублей. Народная премия «Время героев» призуждается людям разных возрастов и профессий. Главное – личные заслуги перед обществом, верность своему делу. Неравнодушие, отвага, доброта – эти качества ведут героев по жизни. Недавно на церемонии присуждения премии в Саранске побывало и несколько наших земляков. С одним из них – тренером-хоккеистом и фотографом пообщался наш корреспондент Вячеслав Новожилов. Ноябрь прошлого года детская хоккейная команда «Симба» тренируется перед турниром в Пермском крае. Наверное, это вот из последнего, то, что мы с ребятами ездили на ПФО в Пермский край, город Чайковский. Вот как раз первое место. Мальчишки провели три хороших матча. Первый проиграли, второй вытащили на рогах, прям вровень шли. Память об этом и других турнирах хранит один из организаторов и тренеров хоккейного клуба «Симба» Александр Яшин. Для детей с нарушениями зрения он – настоящий пример для подражения. Символ того, что болезни и патология не способны остановить тебя на пути к цели. В четыре года меня папа поставил на коньки, просто на улице поставил, и с тех пор были перерывы по случаю травмы, но, тем не менее, получается, уже 25 лет я стою на коньках с клюшкой в руках. Спорт для него – история не только про победу. Главное – это борьба, преодоление себя на пути к личному пьедестеллу. Расстройство зрения у Александра врожденное, однако это не мешает жить и развиваться, как спортсмен, тренер и фотограф. Был вариант поставить искусственный хрусталик, кардинально бы в плане зрения ничего не поменялось, добавилось бы, может быть, одна десятая, но потеряешь слишком много. Потеряешь активный образ жизни, потеряешь спорт, потому что с искусственным хрусталиком, к сожалению, физические нагрузки, какие-то стряски просто запрещены. Дети на его тренировках получают не только спортивные навыки. Занятия нужны для социализации юных спортсменов, обретения ими уверенности в своих силах. Верить в свои возможности и возможности друг друга. В первую очередь, как говорится на хоккейном сленге, не пихать друг друга на скамейки, а спокойно, наверное, подойти и сказать, и сдерживать свои эмоции, потому что спорт, это так или иначе он есть, и без поражений не бывает, и нервы только мешают. Недавно Александр узнал, что прошел областной этап премии «Время героев». После был отбор на межрегиональный уровень и победа. Премию ему вручили в номинации «Преодоление», однако это слово, по словам героя, подходит ему не в полной мере. Родители всегда вели активный образ жизни, к чему нас и приучали меня и сестру. И, соответственно, для меня это не преодоление, а просто жизнь. Просто у меня есть какие-то ограничения. Ну, а за 30 лет ты уже привыкаешь, приспосабливаешься, и для тебя какие-то вещи становятся чуть проще, чем могло казаться раньше. Что важно, выдвинуть свою кандидатуру на премию нельзя. Александра выбрали знакомые из УЛГУ. Они, а также семья и коллеги, по словам героя, все без кого победа была бы невозможна. Победа на конкурсе и над самим собой. Еще пару лет назад существовала проблема. Школьникам с сахарным диабетом приходилось вкалывать себе инсулин, где придется – в классах или рекреациях. Благодаря вмешательству родителей активистов ситуация выправилась. Сейчас все инъекции осуществляются строго в медицинских кабинетах учебных заведений под непосредственным контролем медсестры и классного руководителя. Как и при участии кого-тропа, принятие прокладывается далее, известно Татьяне Домодановой. Классная работа. Орфограммы подчеркиваем аккуратно, словочные линейки и карандашом. Даже на самом стандартном уроке может возникнуть нестандартная ситуация, если в классе обучается ребенок с сахарным диабетом первого типа. В этом классный руководитель третьеклассников 34-й Ульяновской гимназии Карина Будылева убедилась на собственном опыте. Саша, к доске. Записывай слова под диктовку. Первое слово с заглавной буквы, с красной слайдой. Итак, первое слово – деревья. Это был для меня первый опыт как классного руководства, так и работы с таким ребенком в классе. Все равно это большая ответственность. Было страшно. На самом деле было страшно. Диагноз Саши Брындину поставили еще до года. Родители мягко адаптировали, а несколько лет назад мальчику установили инсулиновую помпу. На специально организованных уроках здоровья одноклассникам Александра доступно объясняют, что это за аппарат и что это за болезнь такая. Аналогичные занятия начали проводить и в других классах, где обучаются такие дети. В 34-й гимназии их восемь. Это не единичное мероприятие, скорее уже адаптированное под разные возрасты программа с раскрытием множества нюансов. Что это за болевание, да, оно достаточно опасное, но оно, самое главное, не заразное. Оно не переходит воздушно-капельным путем. К таким детям нужно относиться особо бережно. Родительское сообщество «Диосвет», в коем состоит порядка 500 детей с диабетом, внесло свою просветительскую лепту. Разработала и выпустила памятку, подходящую как для гимназистов, так и для педагогов. Как показать помощь, симптомы, физическую активность, питание. Мы хотим показать, что таких детей не нужно на самом деле бояться. Нужно реагировать, нужно смотреть, наблюдать. Потому что, к сожалению, как показывает практика, вообще наше время, данное заболевание с сахарным диабетом может коснуться абсолютно, к сожалению, любую семью, любого ребенка. Главное – выстроить учебный процесс при постоянном контакте родителей, педагогов, медика, руководства. При этом питается ребенок с диабетом за общим столом, занимается физкультурой и участвует в мероприятиях. А если все-таки уровень сахара выходит из-под контроля? Ребенку становится как-то не по себе, либо плохо, и он уже обращается ко мне. То есть это у нас разрешено. Дети в курсе. Дети выполняют работу, а мы перепроверяем во время урока уже на гликометре с ним самостоятельно. Если ситуация не стабилизируется – звонок маме. Можно к маме? Можно, иди к маме. Извертую с собой, скрываю. Что сегодня кушаем? Омлетные борцы, яблочко и чай-шерепка. Хорошо. 7,7. Системная работа по принятию такого заболевания обществом продолжается. По крайней мере, в одной конкретной ульяновской гимназии уже знают, что делать, если вдруг звенят симптомы звоночки. Не по-осеннему теплая погода во многих регионах России пожароопасный сезон не отпускает. Любые работы, способные привести к возгоранию, будь то сжигание мусора или разведение костров, до сих пор под запретом. По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, только за прошедшие сутки в 17 регионах ликвидировали 35 лесных пожаров. Кроме этого, случаются и пожары в жилых домах. Почему, расскажет Екатерина Горбачева. 2345 пожаров ликвидировали огнеборцы с начала года. По сравнению с годом прошедшим, статистика, с одной стороны, положительная, с другой – удручающая. Несмотря на общее снижение количества пожаров, число жертв огненной стихии увеличилось на четверть. Сам по себе пожар не возникает. Главными причинами трагедии по-прежнему остаются человеческая халатность и беспечность. В черном списке нарушений правил устройства и эксплуатации оборудования, неосторожное обращение с огнем. Результат осознанного выполнения – 58 смертей. Среди погибших есть и дети. Так, 22 сентября в рабочем поселке Базарный Сызган произошел пожар в двухквартирном жилом доме, в результате которого погибли два человека, из них один ребенок, а также пострадало трое детей. Пожар обнаружили соседи и сообщили об этом в пожарную охрану. Прибывшие первые пожарно-спасательные подразделения установили, что жилой дом охвачен огнем полностью. В результате разбора сгоревших конструкций обнаружены тела мужчины и его сына. Еще трое детей были госпитализированы. Пепелище дома – как напоминание о важности установки пожарного извещателя. При возгорании в здании прибор среагирует на задымление и предупредит об опасности громким звуком. Так, всего несколько дней назад в результате работы автономного дымового пожарного извещателя был спасен на пожаре четырехмесячный ребенок в Вишекаминской районе. Когда соседи увидели дым и также услышали работающий автономный дымовый пожарный извещатель, успели спасти ребенка, оставшегося одного в доме, из огня. Также в ходе данного пожара был спасен ребенок, находящийся в соседней квартире. Старт отопительного сезона – повод не только принять тепло в свой дом, но и провести проверку электрооборудования, отопительных приборов и сетей. Рекомендуется не перегружать электрические сети, а также помнить – ответственный подход к решению огненного вопроса поможет сохранить имущество и жизни ваших близких. Без использования парашюта, без приземления вертолета. Наиболее оперативный метод переброски подразделений специального назначения – беспарашютное десантирование. Применяется в самых сложных условиях – на крышах зданий, на лесных опушках, везде, куда не может приземлиться вертолет. Однако такое десантирование требует тщательной подготовки, чему ульяновские росгвардейцы уделяют значительное внимание. Недавно, например, провели очередную тренировку с использованием вертолета Ми-8. Сложность зависит от задач, а их ставят, не глядя на погоду и время суток. Приказ надо выполнить. И не зря же русский полководец Александр Суворов говорил – тяжело в учении, легко в бою. И это про наших ульяновских росгвардейцев. Бойцы спецотрядов «Пламя» и «Симбир» из Росгвардии Ульяновской области провели тренировку по десантированию без парашютов с вертолета Ми-8. Ошибка или излишнее промедление при десантировании недопустимы, так как могут привести к срыву боевой задачи. Все манипуляции со спусковым оборудованием должны выполняться четко и уверенно. Перед началом прошли инструктаж по безопасности, проверили снаряжение и прошли медосмотр. Потом на земле потренировались, как спускаться с вертолета. А потом уже в полной боевой экипировке десантировались с зависшего на высоте 1,5-2 метра вертолета Ми-8. Сотрудниками спецподвозрения Росгвардии Ульяновской области по десанту и штурмовой подготовке цели задачи достигнуты. Основная задача была слажение и уверенные действия сотрудников при выполнении служебных боевых задач. Такая тренировка – то, что надо для подготовки современных военных профи и спецназовцев. С задачей справились уверенно и профессионально. Павел Петриков, репортер 73. Четыре дня добирались из Ульяновска в Саранск участники ралли-рейда «Холмы России». Позади – почти 900 километров напряженной и сложной трассы. Впереди – отдых и подготовка к следующим соревнованиям. О том, как прошел пятый этап чемпионата России по ралли-рейдам, расскажет мой коллега Владимир Гаврилов. Сложная, жесткая, пыльная, но очень интересная. Такими эпитетами можно наградить стартовавшую в Ульяновске в конце прошлой недели баху «Холмы России». Встречайте, дорогие друзья, дамы и господа, экипаж под номером 211 – Александр Семенов и Дмитрий Охотников, пара Ульянов! Эти ребята выиграли «Шелковый путь» 2024 в классе Т1. Это еще один экипаж «Газрейдспорт». И мы приветствуем Александру Семенову и Дмитрию Охотникову. Ребята, семьяки болеют за вас! Старт в Ульяновске прошел на ура, а вот финиша любители автоспорта не увидели. Впервые за многолетнюю историю гонки спортсмены перебрались в соседний регион. В четвертый день стартовали уже на мордовской земле. Баха-холмы России в рамках чемпионата страны по традиции стала итоговой гонкой в грузовом зачете, который в этом году был представлен 12 машинами. Но до финиша без потерь добрались только «Камазы» и «Газы». Урал потерял один грузовик еще в Ульяновской области, а уже в Мордовии из борьбы выбыли два «Маза». Виталия Мурылева, попавшего в аварию, и Сергея Визовича, оставшегося на трассе, ожидать техпомощь для эвакуации пострадавшего авто. Я когда проехал брата, у меня эта картинка перед глазами. И было тяжеловато переключиться. Я пытался думать о другом, но она не выходила в головы. Там на самом деле такое место, как магнит для аварии. Мы повернули, получается, я распустился, мы за быстрое, вот сколько могли ехать, столько ехали. Позволяла машина, а машина у нас быстрая. И раз типа резать, режем, Саня говорит, давай. Мы полной дурой. И потом, когда вот увидели, когда мы ее увидели, тормозить там было, ну, вообще без вариантов. То есть мы уже приготовились, мы понимали, что повезет, не повезет. В итоге в категории грузовиков весь пьедестал почета у команды «КамАЗ-мастер». Золото взял экипаж Эдуарда Николаева. Выступавший на капотном грузовике, Сотников второй, а у Богдана Каримова бронза. Не остались без медалей и ульяновцы. Экипаж оранжевого УАЗа в составе Вадима Новикова и Дмитрия Рыбина одержал победу в своей категории. Также в своем классе победу праздновал ульяновский экипаж команды «Газрейдспорт». Сегодня был такой скоростный, опять же, участки, как и вчерашний день. Сегодня были такие у нас небольшие поломки. Ну, такие небольшие, но мы с ними справились. Как обещали, мы победили. И первое место. Экипаж команды «Газрейдспорт». Семенов Александр, Охотников Дмитрий. Город Ульяновск. «Газельнекс». 24 сентября ульяновская «Волга» на своем поле в 1.32 розыгрыша Кубка России принимала Волгоградский ротор, выступающий ФНЛ. Удалось ли желто-черным продвинуться дальше, расскажем далее. Несмотря на поздний час поддержать «Волгу», в игре против ротора пришло почти 2500 болельщиков. И, естественно, с первых минут фанаты погнали желто-черных вперед. Половину первого тайма команды провели в обоюдоострой борьбе, нащупывая слабые точки друг друга. Первыми найти брешь в обороне получилось у хозяев. Уридия и Солодаренко, благодаря активным действиям на фланге, создали момент для Каменщикова, который, прекрасно разобравшись в ситуации, открыл счет в матче. Сама игра доставила удовольствие, достаточно агрессивная, активная. Хотелось тоже сказать, что и Волгоградский ротор, особенно во втором тайме, выглядел достаточно сильно. И для нас второй тайм сложился очень сложно. Сложности у «Волги» возникли на 56-й минуте, после того, как ротор, отбившись в обороне, буквально в две передачи вывел на рандеву с Денисом Еремеевым Михаила Агеева. Нападающий «Волгоградцев» воспользовался выпавшим шансом и счет сравнял. В целом, во второй 45-минутке ротор выглядел интереснее, чем в первом тайме, опаснее атакуя и четче отрабатывая в защите. Концовка встречи таки осталась за желто-черными. Ульяновцы прижали соперника к воротам, но размочить ничейный счет на табло до финального свистка так и не смогли. «Играющая команда и амбициозная, бились. Но, опять же, вопрос, как сыграли мы. Мы не противопоставили, наверное, той игре, которой мы хотели. Не показали совершенно, что мы команда ФНЛ, что мы уровнем выше должны быть по многим показателям. Поэтому, наверное, отсюда и ничейный результат. Но пенальти не будем обсуждать. Даже если бы мы по пенальти выиграли, я сказал ребятам, игрой я вообще недоволен». В серии после матчевых пенальти «Фортуна» выбрала сторону желто-черных. Удавное спасение от Дениса Разбега и команда Михаила. Следующий раунд кубка в середине октября. В чемпионате же страны волжане сыграют уже в это воскресенье. Ульяновцы примут дома липецкий «Металлург». Федеральная сеть продуктовых дискаунтеров в России, обеспечивающая доступность качественных продуктов по максимально выгодным ценам. Качество товаров проходит контроль на всех этапах. От приемки в распределительном центре до выкладки на полку магазина. Как это выглядит вживую, сотрудники распределительного центра торговой сети рассказали и показали Екатерине Горбачевой. Когда впервые попадаешь на территорию распределительного центра, словно оказываешься в аэропорту. Зоны проверки, огромные площади, четкость и соблюдение регламентов. Главное отличие в задаче – своевременно доставить товары в магазины. Распределительный центр торговой сети «Победа» – один из крупнейших логистических узлов в регионе. Площадь – 34,5 тысячи квадратных метров. И здесь работа не останавливается ни на секунду. 24 часа, 7 дней в неделю процессы сменяют друг друга. Ежедневно разгружают до 150 единиц транспорта. Примерно 850 тонн товара, чтобы обеспечить до 200 магазинов. Принимаем товар, проверяем его качество, храним, обрабатываем, набираем, консолидируем, объединяем, загружаем и доставляем в магазины. Мы постоянно ведем подбор персонала, потому что потребность персонали высокая, количество людей нужно большое. Так как все процессы на ЛЦ и в автотранспортном предприятии автоматизированы, мы предварительно перед тем, как запускать персонал в работу, проводим систему обучения. Также на предприятии работает система наставничества. Слаженный механизм работы на семи складах обеспечивает около тысячи сотрудников. Все процессы автоматизированы. Любое движение товара фиксируется в программе с помощью терминала сбора данных. Для каждой категории товаров процедура приемки отличается. Бесперебойную работу всей системы распределительного центра обеспечивает складская техника. От отдела товара движения мы получаем заказы на отбор. Эти заказы система делит на определенные задания и они попадают в наборщику для отбора. Осуществляет отбор по этим заданиям. Также сейчас проходит тестирование голосовой помощник. Голосовой помощник будет помогать при отборе, указывая в каком количестве, с какой ячейки нужно отобрать товар и куда отвезти отобранный заказ. Сегодня Победа – федеральная сеть продуктовых дискаунтеров, обеспечивающая товарами до 600 магазинов по всей России. Кроме Ульяновского РЦ на эту цель работает еще пять центров в разных регионах. Работа в Москве поварами-блинопеками сети ресторанов «Теремок». Достойный заработок и выгодные условия труда вахтовым методом. Опыт работы не обязателен. В нашей школе блинопечения мы сделаем из вас гуру приготовления настоящих блинов с авторскими начинками и исконно русских блюд вне аналогов мировой кухни. 8 800 333 31 20 Помните, обгон – это не игра. Чтобы дорога была длиною в жизнь, не спешите обгонять. Поделитесь новостью по телефону 30 40 73 или в наших соцсетях. По номеру 30 41 73 заказывайте ролики, сюжет, объявления и бегущую строку. Смотрите нас в эфире, в ВК-видео и на других медиаплатформах. Подпишитесь в Телеграм, ВКонтакте или Одноклассниках. Будьте в курсе реальности. Всего вам доброго. Редактор субтитров А.Семкин